18 марта 2023 год вы с Олегом Соскиным. Итак, давайте обсудим теперь, что может сделать Путин в результате того, что на мировом уровне, во всяком случае в рамках 120 стран, которые ратифицировали полностью римский статут, вот этого международного суда уголовного в Гаге, и которые должны теперь при любой возможности арестовать Путина, а суд такой серьезный, он, собственно, никогда во всех своих элементах, не только по физическим, так сказать, лицам, он все решения старался довести до конца. Поэтому там некоторые говорят, что вдруг не будут это все, кто-то там будет, типа, пофиг будет и так далее, я думаю, не будет. Поэтому, как никто этого не позволит делать из, так сказать, США там или Великобритании, если они четко заявили, уже устами Байдена заявлено, что Путин совершал военные преступления, то есть он военный преступник, еще и против детей. Вот, поэтому процесс пошел, и очень серьезно, очень серьезно. Ну, Путин, конечно, естественно, должен не остаться в долгу, поскольку практически перейден Рубикон, будем прямо говорить. То есть весь мир, которым управляет так называемое, как оно там, страны моря, да, они, естественно, четко определились, что Путин им не товарищ, и с ним они дальше функционировать не будут, и он должен, так сказать, уже уйти. Или самостоятельно, или как, но, в принципе, ему даже уже варианта не оставили уйти просто. То есть его будут преследовать, ему выписали, по сути, волчий билет. И его будут преследовать теперь везде. И спастись он теперь не сможет. Более того, его лишили союзников. Потому как теперь Индия, Китай, ну кто? Индия и Китай самые главные для него. Они теперь не смогут его поддерживать. Потому что если они его поддерживают, там даже, ну, не ратифицировали они этот статут римский. Ну и что? Тогда у них тоже начнутся проблемы. Им просто объясняют, что тогда вообще пошли вон с мирового рынка, и с банковского. Тем более сейчас начнут китайские банки обваливаться, и Гонконга банки, да, там такие разные же банки есть, да, там. Там они есть такие, которые по фэншую работают, вот. Там прямо у них здание выстроено у одного банка, прямо им этот специалист по фэншую его выстраивал, да. Да, такие они большие, фактически на сотни миллиардов долларов проводят разные операции, типа инвестиционные. Такой банк, он везде и в Германии представлен, и на Англии, там в Великобритании. Но штаб-квартира у него находится в Гонконге. Поэтому я думаю, что проблемы сейчас у многих начнутся. Только пусть попробуют, а если индийская система рухнет, представляете, банковская, что тогда этот Моди будет делать, вот. Придется ему в Шамбалу возвращаться, или куда там, или в какой-то там другой, типа монастырь, да. Ну вот, то есть ситуация очень обострилась, колоссально после этого решения. И теперь шаг за путь, как бы мяч на стороне Путина, он должен что-то сделать. Потому как, я же еще раз говорю, я считаю, что Синдзепин должен отменить свой визит. Потому что иначе он становится фактически полным поддельником Путина. То есть он признает, что он тоже является международным терроризмом и поддерживает преступления против детей. Может он их и сам делает, мы же не знаем. Может он и поддерживает, но явно он этого сделать не может. Поэтому это приведет к терроризмам для него очень плохим последствиям. А у него и так там все трусится в этом Китае, это так, он губы надувает. А там ситуация очень плохая у него, финансово-экономическая, да и политическая, и социальная. Там можно подумать, что все довольны Синдзепином прямо. Вот, так вот смотрите, что дальше будет происходить. То есть Путин должен что-то сделать. Давайте подумаем, что он может сделать в этой ситуации. То есть он уже мировой изгой, все. Уже его НАТО, Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки, Япония, Канада, Австралия. Его просто вычеркнули, все. Его стерли. Помните, как фильм говорит, вы стертым. Вы слабое звено. Но Путин же не захочет быть стертым. Он же не может быть слабым звеном. Тогда что он должен делать? В Украине он может что-то сделать? Ну, он уже делает, делает, уже там, уже негде хоронить. Там уже столько их наделал. Он там в Хабаровске вообще все кладбища уже забиты морскими пехотинцами. Где? Еще? Что? Уголовников? Еще посылать. Так уже не ездит Пригожин вместе с Уткиным по концлагерям и тюрьмам. Они не хотят. Ну, куда еще идти? Ну, еще перебьют. Ну, еще. Ну, и что дальше? Уже вот этого Пригожина от этих телефонов прямой связи отключили. Уже он там где-то стучится. Сейчас ему уже не будут давать этих оружия, снарядов. Потому что он уже всем надоел. Он изгой. Вот. Ну, что-то да. Что? Пробиться где-то в другом месте? Ну, ничего не может пробиться. Ну, и что там? Ну, село одно, село другое. То есть, Украина для него потеряна в этом плане, на фронте. Тогда он должен предпринять какие-то шаги более жестко радикальные. Какие? Вот какие? Как вы думаете? Ну, например, ударить, мы говорили, и это сейчас уже все Олега Игоревича повторяют, по центрам принятия решений. Он уже пробовал. У него это кинжалами хорошо получилось 9 марта. Вот. Скрываются реальные удары и потери, и разрушения. Сейчас шахидами у него получилось. Целую ночь били шахиды 17-го на 18-е. Вот. И не сбили их очень много штук. Не сбили их, они попали в критические объекты, к сожалению. Опять врут, не называют куда. Ну, это даже не имеет значения. Сейчас увидим, где что-то остановится, где света не будет, где будут отключения, где еще что-то произойдет. И вот сразу станет понятно, куда попали. Вот. Поэтому уже и шахиды все сбивать не могут. То есть, уже настолько ослабевает украинская система ПВО, что уже даже это не получается. Уже научились они и шахидами пробивать эту систему. Поэтому он может нанести удар где-то, я вам объяснял, где-то 100 ракет. Ну, есть эти кинжалы. И есть куда в Киеве бить, правда? И в Сумах есть куда бить. И в других местах. И во Львове он, наверное, сейчас он разъярится, что по Львову может ударить. То есть, фактически это решение приведет к тому, что Путин уже понимает, что его вычеркнули, стерли из этого пласта жизни. Из этого мира реальности, в котором мир функционирует. Вот эта вся болтовня про ядерные ракеты, это все треп. Я еще раз говорю. Поскольку столько ядерных атомных станций, в том числе в России, на границе с Украиной, то достаточно, так сказать, нанести удар по Воронежской и Курской атомным станциям. И еще парочку Смоленской и все. Не надо никаких ракет будет. По Белорусской этой, та, что под Минском стоит. Поэтому это все дурня полная. Ядерные удары и так далее. Это просто от недоумок. Это недоумки. Во многих местах, сегодня на командных высотах, стоят недоумки, которые просто ничего не понимают. Ну, тем более Трумен же к тем был. Это же у него 33 градус был. Ребята, вы вообще понимаете, что такое 33 градус человек имел или нет? Поэтому Трумен это Трумен, а вот этот поедатель собачек, этот Ким Чинын или как там его, это совсем другое дело. Или там эти, как говорится, аяталы там, кагибисты, которые этими кагибистскими шарфами обматываются, полностью конченные. Поэтому, ну, Путин же понимает это. Он просто этому Белочкину, своему Диме говорит, что ты говори, мели и меля, твоя неделя и так далее. Маша еще что-то может сказать или Маргаритка. Вот, поэтому, ну, реально надо просто говорить, что никаких ядерных ударов ракетами не будет, поскольку все понимают, что тут и без ракет полный гоплык будет. Поэтому что-то, да, он может сделать. А вот сделать, наверное, может, да? То есть вот по Киеву удар может быть, может быть. Есть критическое место, куда он может ударить? Да, есть, однозначно. И я еще раз говорю, вы, особенно там не рассказывают, многие говорят, вот там его там у одного парня жена есть, а, говорит, с детьми там не хочет выезжать, говорит, все так классно и так далее. Вот таких я бы сразу, я не знаю, что с ними надо делать. Они больные на всю голову. Вы быстро детей берите и текайте. Особенно, если вы там в нижней части Киева живете, так сказать, или на левом берегу, так вообще это полный трындец. Там, как говорится, вообще надо быстро оттуда. Ну, левая часть, она не являлась никогда Киевом. Это все коммуняки ее заселили, и поэтому изуродован Киев, теперь полностью свою природу потерял. Но, правда, есть и правобережная, и нижняя, не знаю, там, Подола, Болонь и так далее. Вот никому бы там не советовал находиться в ближайшее время. Ну, всякое может быть, может так, может и так. Вот Львов, конечно, центр будет под ударом, сто процентов. Но этого мало. Для Путина теперь это как бы все, как в кавказской пленнице, говорит, или под венец, или к прокурору. А говорит, а какой конец? Хороший конец, если есть венец, да? А говорит, а если долгий конец? Ну, тогда конец всему делу венец. А говорит, а это дело сделал, молодец, вытри тело, гуляй смело, да? Поэтому я думаю, что сейчас Путин должен, будучи абсолютно беспредельным убийцем конвейерного типа, полностью, конечно, уже у него голова, как сказать, она там уже все, что можно, там упала. Поднять уже нельзя. Он считает, что он центр мира. Но это бывает с этими такими репталоидами, тираннозаврами. Что он может делать? Он, ну, где для него такая очень жирная добыча, да? Я вам объяснял всем. Это все-таки верхняя часть Балто-Черноморской дуги. Очень жирная. Тем более, что Турция уже Эрдогана доломали, он уже будет принимать и голосовать, чтобы Финляндию принять в члены НАТО. А если Финляндия член НАТО, тогда на нее пойдет пятая статья. И вроде уже даже этого доломали, Орбана, Венгрия тоже сказал. Ну, понятно, что для Путина фактически это сокращение, как шагреневой кожи. Потому что если Финляндия член НАТО, если начинаются события в Финляндии, значит НАТО сразу должно вводить пятую статью этого своего статута. Значит, Путин должен бахнуть Финляндию до того, как она станет членом НАТО. Ну, и Швецию, понятное дело. И, естественно, ему надо что-то быстренько делать вот с этими Литвой, Латвией, Эстонией. То есть ему надо дать команду пятой колонии, чтобы они начинали восстание в этих странах. Естественно, они вооружены, они подготовлены. Понятное дело, что с ними не справится местная власть. Это не памятники сносить и прочее. То есть они будут реально... То есть у Путина уже выхода нет. Абсолютно нет. Его загнали, как крысу, в угол. И Байден четко клетку этот самый опустил. Вот. И поэтому теперь ему надо эту клетку разломать. В противном случае он сдохнет. И он ее будет ломать. А самое крыласное место для него, конечно, где ее ломать, это называется очень жирное место. Это Швеция, Финляндия, Латвия, Эстония, Литва. Это Дания, конечно, 100%. То есть вот этот кусок, там очень много есть поживы для него. И, в принципе, все возможности для этого есть. Ну и тогда он, естественно, инициирует Беларусь. Вот. И подключается Сашка Лукашенко, этот полный беспредельщик с двумя справками про сумасшествие. Ну и, конечно, начинается уже тогда такая заваруха по полной программе. Уже будет всем не до решений Гаагского суда уголовного. Все будут думать, а что же дальше делать, понимаете? Вот. Ну и тогда он ломает блокаду. Если он это делает, то, конечно, мировую блокаду он сломит, потому как уже на него это решение Гаагского суда не распространяется. А он может спокойно тогда, если он там захватывает эти северные страны, то следующие у него будут Нидерланды, высадка десанта, спокойно пойдет тогда в эту Гагу. Да и все. Они уже заявили, что сейчас объявят этих судей вместе с этим ханом вне закона. Поэтому там уже будет другой расклад. Вот такая, дорогие мои мальчики и девочки, ситуация на сегодняшний день. Ну, спросите, а Украина как-то? Да, Украина что? Замерзнет фронт, да и все. И не туда, и не сюда, кто будет Украиной заниматься? Будут тогда, будут украинцы Зеленским, Ермаком заниматься, ну и прочими, которые принимали решение про военное положение. Там мне пишут, говорит, я тоже смотрел, думаю, так до конца не вникал. Чуть эти девушки, женщины смеялись, вот это они в Шотландии, беженки, когда там их этот кандидат спросил, шотландский тканек, фамилия какая-то странная, вроде как не шотландская, про мужей, они что-то смеяться начали, непонятно, что же там такого смешного. Вот, или уже как, ну, Элла, правильно, это самая наша главный экономист и этот она у нас, демограф говорит, Лебанова, говорит, что такова жизнь. Вот, рыба ищет, где глубже человек, женщина, где лучше. Если они выехали бы из мужей, то где-то через год они должны искать, так сказать, другое уже себе, обитель в этом плане. Поэтому они уже смеются, уже они отплакались, теперь дальше смеются, потому что они в Шотландии, а их мужья там и прочие мужчины, так сказать, как мне написали, тут их держат в Украине, в Инквизиториях. Такое классное название, конечно, страшное название, прямо скажем. Зеленский, с огнем вы играете. Ну вот, такая ситуация, дорогие мои. Будем смотреть, как сейчас события будут развиваться. И так, фугасный снаряд теперь в руках Путина. И деваться ему некуда, потому как время пошло. Бекфордов шнур подпалили, поэтому он должен кому-то этот снаряд перекинуть, чтобы самому не взорваться. Вы с Олегом Соскиным подписывайтесь на канал, поддерживайте Олега Ильича. Ну и до новых встреч.